Идет третий год войны, и третий год Путина вместе с ним и его политическая медийная обслуга все время сообщают разные версии причин начала войны, ее цели. То есть все время меняется объяснение, почему начали эту войну, в чем ее цели. Поскольку никакого просвета в смысле окончания войны у путинской обслуги и у самого Путина нет, никаких признаков победы не просматривается. Никаких шансов взять не то, что Киев, но и Харьков и Одесса не обнаруживается, то генералы и маршалы информационной войны задним числом включают режим зелен-виноград. Ну в том смысле, что а мы не собирались, то есть не очень-то и хотелось. После этого начинается наша специальная военная операция, о чем очень подробно рассказывает руководитель нашей страны, показывая безупречную юридическую основу начала этой операции. Мы не пытаемся завоевать Украину, мы не пытаемся лишить их государственности, мы не пытаемся лишить их суверенитета, как того, хотя у них его никакого нет. Мы не пытаемся завоевать Западную Европу, мы проводим полицейскую операцию по принуждению к миру. Что ясно и с количеством войск, которые мы объясняем, почему мы идем именно таким путем, что это было связано исключительно. Владимир Владимирович очень подробно на эту тему объяснил. Просто каждый шаг. Для чего? Чтобы разбить ложь Запада, за три дня взять Киев. Хотя Путин говорит, не было даже близко политического решения брать Киев. Этой темы вообще не было. И Путин не случайно говорит, трехмиллионный город? Ну, таким количеством сил и средств? Ну, у нас в Генштабе высокопрофессиональные люди, которые уж очень хорошо понимают, тем более, когда мы опираемся на опыт Великой Отечественной войны, мы хорошо понимаем, что такое проводить такого рода операции, какое количество сил и средств необходимо. То есть, танки под Киевом, оккупантов, они просто в гости приехали в соседнее село. То есть, все, что устраивали под Киевом, это буча и все эти кровавые пиршества оккупантов, это все тоже было, не собирались брать. Парадная форма, которая была у оккупантов, это тоже они, ну, так, на всякий случай захватили для того, чтобы покрасоваться перед знакомыми киевлянами. Вообще, на самом деле, Гитлер же тоже не собирался, видимо, в войну, хотя вряд ли ему пришло в голову такое объяснение, что он не собирался брать Москву, и что у него тоже было все юридически выверено. Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Это касается и постоянно меняющихся причин этой войны против Украины. Одну из самых экзотических причин тех или иных военных действий выдвинул подполковник Баранец. Он посовместительствующий обозреватель комсомольской правды. Оказывается, Путин кладет в украинскую землю десятки тысяч своих солдат для того, чтобы испортить настроение Зеленскому. Чего ждать? Затяжных боев по АБРСу Артемовская? Это принципиально важно. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение. И к этой конференции или, как хотите, шоу-саммите и так далее, нам надо решить вопрос с Волчанским, чтобы выбить из его рук вот этот вот козырь, который он собирается ехать на это шоу. Это удивительное дело в свете заключенного недавно стратегического союза с КНДР. Этот мотив войны от полковника Баранца насчет того, что война ведется для того, чтобы испортить настроение Зеленскому. Вот этот неожиданный совершенно мотив, он показывает глубокое духовное родство путинского и северокорейского режимов. Поскольку вот Ким Чен Ым перебрасывает в Южную Корею воздушные шары с какашками, а Путин кладет в украинскую землю своих солдат, чтобы испортить настроение Зеленскому. Ну, поистине, братские режимы. Ну, а поскольку победа над Украиной точно не просматривается, обитатели телевизора ищут, кого бы им триумфально победить. И вот генерал Гурулев обнаружил грандиозную викторию. Оказывается, Россия вот уже совсем скоро победит доллар. Ну, на каждый вызов должен быть ответ, наверное. А самое главное, что на сегодняшний день я очень жду осеннего саммита нашего БРИКС в Казани, на котором все-таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован. Это вот такой значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Потому что тогда совершенно все по-другому заиграет. Ну, вот поиски победы, напряженные поиски победы продолжаются. И поскольку действительно уничтожить Украину в ходе войны явно не получается, а уничтожить, ну, просто крайне необходимо. Практически все обитатели телевизора просто кушать не могут, наблюдая, что Украина существует, что Украина живет, борется, успешно обороняется и даже, в общем, переходит в наступление периодически. И вот депутат-политолог Матвечев выдвинул гениальную идею. Оказывается, поскольку уничтожить Украину войной не получается, то надо ее уничтожить миром. Мы прекрасно понимаем, что мир доконает Украину быстрее, чем война. Украина, как и Европа, достанется России вся. Просто через какое-то время. Они все равно все рухнут, они все равно надорвутся. Они все равно пупок себе надорвут. Вся европейская экономика, и американская, и прочее. Все равно весь мир будет наш. И не надо сейчас класть людей. Действительно, а зачем они тогда кладут людей? Зачем они тогда... Ну, просто это же какая-то измена. Зачем тогда Путин, Генштаб кладет людей десятками тысяч в украинскую землю? Если можно просто подождать, и они все равно надорвутся, мир все равно будет наш. И вот почему только гениальные идеи политолога и по совместительству депутата Матвечева не берут на вооружение Путин и Генштаб. Ну, вот пока одни умы бьются над задачей, как уничтожить Украину, а другие решают не менее сложную задачу, как окончательно уморить Россию. Над этой задачей много, довольно долго бились такие незаурядные люди, как Ленин, Троцкий, Сталин. Вот уже скоро четверть века пытаются уморить Россию Путин. И хотя вот как раз сейчас он очень близок к успеху, но все равно ведь может же не получиться. И поэтому ему на помощь спешит подмога из-за обитателей телевизора. И вот, например, Мордан предлагает испытанный способ поставить уничтожение россиян, а значит и России, на поток. Тема о том, что нам нужно возродить СМЕРШ. И даже я, наверное, в каких-нибудь эфирах говорил про то, что вот СМЕРШ, конечно, это здорово, СМЕРШ это вот уместно. Знаете, что я вам скажу? Я покаюсь. Вот был неправ. Какой нам СМЕРШ? Ну, какой СМЕРШ? Нам бы вот хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может, кого ранят, ГУЛАГа. Вот опыт ГУЛАГа, может быть, освоить. Но ГУЛАГа не в том смысле, как Александр Саидович Солженицын писал свою бессмертную книгу, а ГУЛАГа как некоего масштабного проекта. Главное управление лагерей, колоссальная система, невероятно эффективная, сложная, которая умудрялась перелопачивать такое количество народу, держать под контролем, использовать их как рабочую силу, строить фантастические промышленные объекты, которыми до сих пор мы, вот как страна, как наследники, пользуемся, а также те, кто умудрился их приватизировать, тоже до сих пор пользуются. Вот, может быть, там имеет смысл, в общем, как так вот посмотреть на опыт, как должно быть, режим какой должен быть, система контроля, отбор персонала, работа с сотрудниками и так далее и тому подобное. Вот Мардан, он убедительно доказал всей своей деятельностью, что он, конечно, ку**, людоед, но он еще и безграмотный идиот, поскольку ГУЛАГ был абсолютно неэффективен как экономический проект, что было детально доказано, благодаря чему, собственно говоря, этот самый ГУЛАГ был ликвидирован вскоре после войны, но он был еще и взрывоопасен как способ удержания под контролем заключенных и тому свидетельство такие восстания зэков, которые в ГУЛАГе, как Воркутинское, Кенгирское, Усть-Усинское, Норильское восстания, ничего похожего по масштабу, когда заключенные восставали и месяцами удерживали свою территорию, образовывая просто республики на территорию концлагерей и не могли с ними справиться, быстро, по крайней мере, не могли справиться. Конечно, в конечном итоге все-таки, так сказать, сталинская система могла раздавить любое восстание, но неделями держались и месяцами держались, ничего похожего в нынешней России нет. Поэтому, конечно, опыт ГУЛАГа – это один из таких великолепных способов окончательно уморить Россию. Ну вот бьется живая мысль обслуги путинского режима. Если одни бойцы информационного фронта прилагают творческие силы для создания совершенно фантастических теорий, объясняющих причины войны и описывающих неизбежную победу путинского рейха, другие упраздняются в искусстве вранья. Причем предпочитают вранье простое, как правило, безыскусное. Ну, особенно здесь, конечно, такие люди, как Маргарита Симоньяна и ее супруг Киосаян. У них семейный подряд, видимо, на постоянное поточное производство вранья. Ну, простое вранье оно ведь какое. Например, видишь черное, и говоришь белое. Просто вот черное видишь, говоришь белое. Или, например, видишь пустой пляж в Крыму, а говоришь, что ноге ступить негде от тел отдыхающих. На этой линии враг давно перешел, лезет дальше вглубь России. Очень много народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать? Ну, я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это, как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека. Мне почему-то кажется, ну, я просто владею информацией, я не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Ну, следовательно, делаю вывод, что нам чем жёстче, тем, в общем, лучше. Ну, надо, вероятно, слушать и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать, к тревогам, ко всяким объявлениям, рассылкам, и постараться обезопасить свои жизни и жизни близких. А так, это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому, ну, какие новости? Да, нам чем жёстче, тем лучше. Это были такие сказки в стиле Сада Маза от Киасаяна. А вот что реально происходит с отдыхом в Крыму. У нас вся набережная, как-то беда, прямо сейчас. Смотрите, всё, что от неё осталось. Обалдеть! Вот это да. Сезона просто нет в Коктебеле. Вот просто нет, вообще никак. Никаких, никто. Людей нет, сезона нет. Всё закрыто, заколочено. Вон даже, видите, вот этот кораблик, который возит туристов на золотые ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебеле. Самый крупный в окрестностях сюда возит туристов даже из самого Судака. Хотя там есть, вот, собственно, аквапарк. Ну, в Коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Всё, это сейчас, видите, спит столовая на Приморской. Виномир, продукты. Ничего не работает. Откроется ли она в следующем году? Большой вопрос. Смотрите, всё, раздолбили. Так, разлегаем нашу палку. И вот, выглядываем. Видите, всё, раздолбили. Отдолбили. Ну, понятно, что нужно реконструировать. Понятно, что много лет здесь ничего не делалось. Но вот как-то так вот взять и закрывать сезон, это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там 8 месяцев с прошлого сезона взять и всё закончить? Ну, просто взять. И тут, видите, даже никаких работ не ведётся. Уже за 8 месяцев, я думаю, переклали. Те же китайцы бы за неделю бы тут всё сделали. Жесть вообще. Назовётся, приехал на курорт. Я вообще знать не знал, что здесь, кажется, набережная перекрыта полностью. Нигде информации такой не было. По-прежнему здесь висят надписи «Вихит». Субтитры создавал DimaTorzok